Во Владивостоке состоялся юбилейный выпуск курсантов Дальневосточной пожарно-спасательной академии противопожарной службы МЧС России. В этом году 60 человек очной формы и 43 человека заочной формы обучения успешно закончили учебный год. Стоит отметить, что данный выпуск является самым многочисленным. Сегодня пятый выпуск из стен нашего учебного заведения. Выпустилось 60 офицеров, готовых выполнять обязанности по предназначению в субъектах Дальневосточного федерального округа. Шесть человек закончили обучение с отличием, с красным дипломом, а два человека закончили обучение с золотой медалью. И были удостоены чести представлять наше учебное заведение 21 июня в Кремлевском дворце на приеме у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На мероприятии присутствовали преподавательский состав Академии, руководство Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Приморского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, ветераны пожарной охраны, а также родные и близкие курсантов, пришедшие их поддержать. В свою очередь руководство Главного управления МЧС России по Приморскому краю будет делать все необходимое, чтобы обеспечить достойные условия их службы. От себя, лично, от руководителей Главных управлений всех субъектов Дальневосточного федерального округа поздравляю профессорский преподавательский состав, поздравляю руководство Академии, в первую очередь поздравляю родителей, которые поддержали ребят на протяжении всей учебы. И сегодня гордятся и великими такими, какими они стоят сегодня в стране. Торжественное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к вечному огню и минуты молчания. В своем обращении начальник Академии Алексей Аникеев отметил качественную подготовку выпускников, а также пожелал крепкого здоровья, успехов в применении знаний, умений и навыков, полученных в стенах учебного заведения при прохождении дальнейшей службы в субъектах Дальневосточного федерального округа. Мы вкладывали в каждого знания, умения, навыки, проводили, кроме освоения элементов учебного плана, культурные мероприятия, патриотические мероприятия, спортивные мероприятия. Мы подготовили хороших выпускников, качественно их подготовили. Ну и, конечно же, переживаем за то, что они вступают в новую жизнь и будут выполнять обязанности. У них пойдет сейчас процесс становления как офицеров уже. Желаем, конечно, им успехов, здоровья, благополучия, чтобы они те знания, которые получили у нас, применяли на практике. За время обучения курсанты участвовали в спортивных мероприятиях, выезжали на пожарные происшествия, а также занимались профилактической работой с подрастающим поколением. Выпускница Дальневосточной пожарно-спасательной академии Инна Комарова поблагодарила преподавателей, которые внесли огромный вклад в обучение выпускников, а также пожелала всем, кто служит в МЧС России, всегда быть достойным своей профессии, своего звания, с честью и достоинством проходить все тяготы и испытания, которые встречаются на пути. Я очень рада, что все-таки приняла решение поступить в это учебное заведение. Ни разу не пожалела. Очень благодарна руководству академии, преподавательскому составу за то, что они внесли огромный вклад в наше развитие. Ни разу не пожалела, что выбрала данную профессию. Все-таки, наверное, помогать людям – это очень достойно, как я считаю. Совсем скоро выпускники отправятся в регионы Дальнего Востока, где пополнят ряды подразделений МЧС России. Почти половина молодых специалистов продолжат службу в Приморском крае, откуда они были направлены на обучение. Я уверен, что прошедшие пять лет наполнили вас профессиональными знаниями. И теперь, я уверен, эти знания найдут достойное применение во многих регионах и субъектах Дальневосточного федерального округа. Ясный и теплый день порадовал выпускников и их родителей, поэтому к началу церемонии набережная была заполнена зрителями, которые смогли насладиться музыкальным представлением, песенными и танцевальными номерами. Мероприятие завершилось выпуском в небо воздушных шаров, прощанием со знаменем Дальневосточной пожарно-спасательной академии и торжественным маршем. А по окончании праздника для курсантов прозвенел последний звонок. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Новости на Восьмом. Олег Завьялов, Тамара Чупахина